С 14 марта 2022 года по 28 февраля 2023 года налоговые принимают специальные декларации от граждан, которые хотят в добровольном порядке отчитаться о своих зарубежных активах, долях в уставных капиталах, счетах и вкладах в иностранных банках. Если у налогоплательщика есть зарубежный счет, каждый год можно подавать декларацию и сообщать о полученных доходах. Декларация подается за предыдущий календарный год, то есть в этом году ее нужно сдать, если у вас были транзакции по зарубежному брокерскому счету в 2021 году. Форма такой декларации размещена на сайте Федеральной налоговой службы России в разделе «Специальное декларирование». Также они могут задекларировать наличные денежные средства при условии, что эти денежные средства будут в течение 30 дней внесены на счет в российском банке. В этом случае граждане, задекларировавшие такие доходы и активы, получают освобождение от уголовной, административной и налоговой ответственности. Информация, которая поступает в налоговый орган, не передается третьим лицам. Она конфиденциальна. Такую декларацию можно предоставить лично, либо через представителя. Не принимаются специальные декларации, отправленные по почте. Граждане услугой пользуются, так как это поможет избежать потерь на фоне нестабильной ситуации. Плюсы, что его активы будут легализованы и окажутся, так сказать, в российской юрисдикции. Ну а минусы мы с вами видим и слышим сейчас по телевидению, что, к сожалению, наши иностранные партнеры просто блокируют активы наших сограждан. Денежные средства и активы, которые налогоплательщики укажут в специальной декларации, не облагаются налогами, процентами и пене. Елена Чернявская, Сергей Баскин. События. Елена Чернявская, Сергей Баскин.